Какие тренды игрового рынка? Какие тренды игрового рынка? Я не могу сказать, что я очень сильно слежу за этим рынком. Я воспринимаю интернет как нечто глобальное и в меньшей степени слежу за отдельными его сегментами. Но совершенно очевидно, что сейчас на российском рынке повторяются все те тренды, которые возникали некоторое время назад в мировом масштабе. Это и купонные бизнесы, которые уже заканчивают сейчас свою волну существования. Это в той же мере и игровые бизнесы. Это, как мы можем видеть сейчас, обостряющаяся конкуренция на туристическом секторе. Но так или иначе, все уходит из сферы контроля аудитории в сферу монетизации этой аудитории. То есть все сейчас больше ориентированы на создание именно бизнесов, чем на создание каких-то сайтов для каких-то людей. А ваш прогноз на следующие годы? Прогноз какого плана? Что нового может появиться? Ну, это очень сложно сказать. Я думаю, что следующий год будет хороший с точки зрения бизнеса, поскольку ситуация на рынке вообще в целом, она несколько оздоравливается. И если некоторое время назад, несколько лет назад инвесторы инвестировали в любые модные темы, начиная от геосервисов, купонные сервисы и так далее, сейчас несколько более здраво подходят к оценке ситуации и больше инвестируют именно в те стартапы, которые ориентированы на монетизацию аудитории. То есть это приводит к тому, что ситуация оздоравливается, не будет такого пузыря, который надувался в последнее время, как многие считали, скажем так. И все это говорит о том, что все те стартапы, которые будут появляться в ближайшее время, те, которые будут получать деньги на развитие, это будут те стартапы, которые будут ориентированы на зарабатывание денег и будут думать об этом с самого начала, с своего основания. А соответственно, все больше и больше проблем, которые до сих пор не решены для простого человека, они будут решаться.